Доброе утро, Владимир Николаевич. Доброе утро. Ситуация у нас, прямо скажем, с коронавирусной инфекцией, но сложная. Я хочу всем медикам сказать огромное спасибо за то, что вновь, к сожалению, эти окопы мы позвали, и никто на самом деле не отказался. Все обратно вернулись, все в красных зонах сегодня. Сегодня я смотрю уже количество врачей, которые принимают участие в лечении, фактически близко к пиковым тем, которые у нас были зимой этого года. Но, тем не менее, что сегодня происходит в части распространения коронавирусной инфекции, в части, возможно, какие-то новые, вы видите, угрозы, которые появились, и, опять-таки, с основным нашим оружием, с вакцинацией, что сегодня у нас в медицинском мире происходит? – Действительно, ситуация у нас в крае с распространением коронавирусной инфекции, она непростая, чуть ниже, чем средний российский показатель. 118 на 100 тысяч населения заболеваемость коронавирусной инфекцией у нас сейчас. Это 107, но мы видим и помним с вами, что у нас формируется тенденция на то, что с запозданием на 2-3 недели коронавирусная инфекция, ее распространение приходится в Старопольском крае после северо-запада Российской Федерации. Нам пришлось, мы с вами в пиковый период открыли 4200 коек, потом мы опустились фактически на доковидный период, у нас было развернуто перепрофилированных всего-навсего 400 коек, остальные были инфекционные коеки, это 1140. Сейчас мы вынуждены развернули опять 2250 коек всего из них, и продолжаем эту работу, работаем на упреждение. Действительно, мы с вами обсуждали и говорили о том, что в свое время 80 почти процентов коечного фонда у нас было свободно от коронавирусной инфекции, задействованной под ее лечение. Сейчас это 20 процентов. И видя, что идет нарастание заболеваемости, мы работаем над тем, чтобы на этой неделе открыть дополнительные койки на территории Кавказских минеральных вод. Вчера мы открыли 40 коек, развернули на базе городской больницы Пятигорска. До конца недели развернем еще не менее 300 коек по краю, с тем, чтобы до 24 июля развернуть еще 500 коек. По тестированию, эту работу мы активизировали по вашему поручению, работаем повсеместно. Сейчас охват тестирования у нас колеблется вокруг 220 на 100 тысяч населения. Это высокий показатель, который позволяет нам контролировать заболеваемость, который позволяет вовремя выявлять пациентов. Мы понимаем, Владимир Владимирович, что эти меры, они прежде всего направлены на то, чтобы человек не попадал в лечебное учреждение, не попадал на койку. Мы делаем все для того, чтобы поймать их тогда, когда мы можем лечить их на амбулаторном этапе. И я напомню, что порядка 246 миллионов рублей было потрачено с ноября прошлого года для того, чтобы обеспечить пациентов необходимыми лекарственными препаратами на амбулаторном этапе. Нам дополнительно выделяется еще 17 миллионов рублей для этого обеспечения. При всем том, что у нас имеется полуторамесячный запас препаратов для обеспечения пациентов на амбулаторном этапе. Все делаем для того, чтобы они не попали на больничную койку. Опять же, мы с вами обсуждали, вы абсолютно правы в том, что мы видим, насколько помолодел коронавирус, если так можно сказать. Если раньше превалирующее большинство пациентов, это были люди старшего возраста, старше 60 лет, старше 55 лет, то сейчас он, к сожалению, захватил 18-летних, от 18 превалирующих большинства людей 65%. К сожалению, смертность молодеет. Мы посчитали, провели статистический анализ, и у нас вышло так, что средний возраст пациента в реанимации помолодел на 8,5 лет по сравнению с зимним периодом, по сравнению со второй волной. Чем обусловлена вообще наша третья волна сегодняшняя? Мы сделали все с вами для того, чтобы создать комфортные условия для вакцинации весной, в которую мы вовлекали все население Ставропольского края. И в ответ на наш запрос поступало и количество вакцины, то есть в зависимости от его расходования. И, к сожалению, мы помним, с какой неохотой люди шли на пункты вакцинации. И у нас в среднем мы прививали тогда около 4,5-5 тысяч человек в день. И считали, что это хорошее. При том всем, что мы возможности свои расширили до возможности прививки 20 тысяч человек ежедневно, в соответствии с вашей задачей. Мы открыли небывалое количество стационарных пунктов вакцинации 115. Мы открыли 134 пункта мобильных выездных форм вакцинации. Но, к сожалению, народ не шел. Если бы тогда, в апреле месяце, в марте, мы провели массовую вакцинацию, люди бы на нее пошли, то мы, конечно, с третьей волной бы не встретились. Почему я об этом говорю так уверенно? Потому что у нас есть территории, которые опережающими темпами вакцинировали свое население. Допустим, я говорю Красногвардейский район. Я беру, к примеру, Кочубейский район. Красногвардейский район небывалое количество, 74% населения привило от целевой аудитории. И мы оттуда практически не видим больных. Это, как правило, или завозные случаи, приехавшие домой после вахты, или после работы где-либо, или их родственники, которые приезжают к ним в гости. Такая же история с Кочубеевским районом, Владимир Ильич. То есть у нас люди, у нас те территории, где охват вакцинации максимальный, практически не болеют. И, конечно, мы из-за того, что мы планировали к 1 июня 40% населения или порядка 620 тысяч человек от целевой аудитории привить, нам этого не удалось сделать, потому что мы не смогли вовлечь в процесс вакцинации наше население, то мы неизбежно столкнулись с третьей волной, которая, к сожалению, демонстрирует очень агрессивную модель поведения. И, по большому счету, коронавирус ломает. Стереотипы респираторной вирусной инфекции она должна быть затухающей, третья волна. Она, к сожалению, демонстрирует, что, по крайней мере, мы судим по северо-западу страны, по Москве, что она превысила показатели второй волны. К сожалению, так. В любом случае, нам, помимо того, чтобы прививать коек врачи, вне сомнения, первые здесь, да, нам нужны, сейчас опять будет вопрос, средства индивидуальной защиты, лекарственные средства. Что с этим обеспечением, насколько мы сегодня готовы к такому валовому росту коронавирусной инфекции? Значит, Владимир Ильич, мы провели анализ по вашему поручению, наличие средств индивидуальной защиты, их у нас в наших медицинских организациях, еще на полтора-два месяца. Даже при таком уровне заболеваемости? Даже при таком уровне заболеваемости. Я напомню, что Ставропольский край, тогда эта работа, которую вы проводили с правительством Российской Федерации, позволила нам быть одной из тех трех территорий, которые получили из резервного фонда правительства. У нас тогда поступило на 566 миллионов рублей средств индивидуальной защиты, дезрастворов, и мы создали очень хорошую подушку безопасности. Но они очень быстро расходуются, это вне всякого сомнения, и поэтому, конечно, у нас запрос на приобретение, на создание еще запасов, он сохраняется. Если говорить о лекарственных препаратах, у нас был сформирован резерв препаратов на Ставрополь-Фармации, в том числе дорогостоящих и редких препаратов, которые сейчас находятся в дефектуре, которые находятся сейчас, на 110 миллионов рублей мы тогда создали этот резерв. В настоящий момент на остатках 72 миллиона рублей, на 72 миллиона рублей препаратов, причем тех, которых нет в стране, такие как Актемброт, как Борицотениб. Дальше что мы делаем? Дальше что мы делаем? Мы провели анализ наличия препаратов или договоров в наших лечебных учреждениях, наши все лечебные учреждения, которые занимаются борьбой с коронавирусной инфекцией, до конца года у них в большинстве заключены договора. У нас резерв лекарственных препаратов есть еще тоже на полтора-два месяца. Пока проблем мы не видим. Нам нужно пополняться. Но пополняемся воведчик. Чтобы если вдруг опять будет затяжная волна, чтобы мы с вами потом не бегали, не искали людей, обеспечили лекарства. Как все это сейчас на смерти с нами вообще отразилось? К сожалению, несмотря на то, что вот тогда, когда у нас был весенний спад заболеваемости, и нам удалось восстановить профильную деятельность коек, которые мы перепрофилировали в свое время под борьбу с ковид, и мы активно начали развивать помощь высокотехнологичную, мы вышли в мае-июне на уровень смертности, сопоставимый с 2019-2020 годом. Но, если брать... Но, к сожалению, сейчас мы видим обратный тренд. К сожалению, смертность она нарастает. Несмотря на то, что последние 4 недели у нас есть стабилизация, тем не менее на 2914 человек с 1 января умерло больше, чем в позапрошлом году, чем в 2019 году. И дельта составляет 18,4 по сравнению с 2019 годом, и 16,5 с 2020 годом. К сожалению, смертность растет. Тем не менее, нам удалось стабилизировать смертность от прирост смертности от болезни системы кровообращения. Если в начале года этот прирост составлял 55%, то сейчас это 18,8. Конечно, по-разному территория. И абсолютный прирост смертности формируют, конечно, крупные города, такие как Ставрополь, Пятигорск. К сожалению, у нас есть антилидеры в относительном приросте смертности. Это город Лермонтов, где очень высокий относительный прирост смертности. Это, к сожалению, Арсгирский район, это Степновский район. Но мы работаем над тем, чтобы максимально сберечь людей. И для этого... Сейчас в любом случае у нас будет опять выходить на первый план борьба с коронавирусной инфекцией, лечение коронавирусных больных. Я все понимаю, что сложно уже второй раз, третий раз заходить фактически в красную зону. Я все понимаю. И в жару 40. Сейчас этот будет приоритет. Но я бы очень просил, чтобы мы имели материальный потенциал. Я уверен, что врачи все равно победят и третью волну. Мы могли быстро переключаться в нормальный режим профилактической работы наших лечебных учреждений. Вот эта смертность, она недопустима. Мы и так за прошлый год на 16 тысячи по абсолюту увеличились по смертности. Это все потом на дальнейшую демографическую яму копаем. Потом и за это будут отвечать многие-многие поколения. И мы должны сегодня этому противодействовать. Владимир Николаевич, ну текущая деятельность, текущая деятельность. Но у вас в министерстве два важнейших президентских проекта находятся. Это проект здравоохранения национальный. И национальный проект по модернизации первичного здравоохранения. Фактически взаимоувязанные ситуации. То есть мы высокотехнологичную медицину развиваем, но к ней тянем обязательно первичное здравоохранение. Сегодня как идут работы по выполнению этих двух важнейших проектов? Значит, вот здесь я должен сказать, что мы опережающими темпами нам удается реализовать национальный проект здравоохранения, который включает в себя вот эти вот семь региональных проектов. Мы планировали и этот опережающий темп формирует и очень хороший кассовый расход по этим направлениям. То есть у нас с опережающими темпами ежемесячно мы где-то на 100 миллионов больше приобретаем. И вот я понимаю, это не деньги. Для тебя 100 миллионов, а для меня вы ежемесячно просто на более быстрыми темпами обеспечиваете высокотехнологичным оборудованием наше с вами лечебное учреждение, которое быстрее доходит до потребителя. Безусловно. Вот что важно. И это важнейший элемент нашей работы. И чем быстрее мы начнем людей вовлекать в нашу высокотехнологичную медицину, тем лучше будет. Что у нас с нашими, значит, мы в рамках этих проектов детскую больницу. Детская больница. Это онкоборезная система кровообращения. И большую больницу в городе Кисловутске мы сейчас с вами запланировали. Все объекты сегодня в работе. Везде все движется. И очень хорошими темпами. Наконец-то мы увидели хороший темп выполнения работ на всех объектах. Мы увидели новое оборудование, в том числе, которое формирует Центр амбулаторно-онкологической помощи. Первичные сосудистые отделения. Мы получили туда оборудование в региональный сосудистый центр. В Пуденовске инфекцию закончили? Слава Богу, да. И получилось очень красивое, современное отделение, которое позволяет нас уже на новом уровне лечить пациентов с инфекционными заболеваниями. Вот тут есть чем гордиться. И тут очень хорошо отработали подрядчики. Владимир Владимирович, они уже участвуют. Эти подрядчики я посмотрел. И в реализации программы модернизации первичного звена. Там же в Пуденовском районе несколько объектов ремонтируют. Но вот здесь у нас, Владимир Владимирович, мы идем хорошим темпом. И стояла задача объекты до 10 миллионов рублей стоимостью закончить 1 августа. Их подавляющее большинство, мы их закончим к этому числу, к 1 сентября. Те, которые дороже 10 миллионов рублей, это объекты капитального ремонта. Их всего у нас 119 по программе модернизации первичного звена. Сейчас в процессе торгов 29 объектов строительства. Это 20 ФАПов. Это врачебная амбулатория. Это три крупные поликлиники. Участковая больница в Минераловодском районе. Мы полностью приобрели и уже получили автомобильный транспорт. Нам удалось согласовать, благодаря нашему обращению, вашему, правильно буду сказать, обращению, согласовать еще приобретение 51 автомобиля. Плюсом к тем 111 в нашей территории. Помимо этого, мы полностью получили медицинское оборудование, которое было предусмотрено по программе модернизации первичного звена. Идем в хорошем темпе. Смотрите, очень все хорошо, но есть все равно обращения граждан. Я вас попрошу в завершении на два направления обратить внимание. У меня очень много приходит обращений с Гречеводска, с Пятигорска по поликлинике. Пожалуйста, сейчас необходимо отработать с главой по наличию земельного участка и, соответственно, начинать проектирование. И там же еще и детская больница, также в Пятигорске. И тоже самое необходимо начинать расширение ее. И второе направление – 24-й квартал города Ставрополь. Очень часто люди просят, потому что они видят юго-запад, но 24-й квартал растет сегодня. И поэтому нам и туда тоже нужно будет запланировать эти вообще необходимейшие лечебные учреждения. Давайте на это вместе посмотрим и постараемся решить, где эти проблемы. Есть, Владимир Владимирович. Хорошо. Спасибо.